От Киев за три дня до разгрома второй армии мира. План Путина трещит по швам. В Министерстве обороны Британии отмечают, что Россия развернула на территории Украины почти все свои вооруженные силы для нового наступления. По нашим оценкам сейчас 97% всей российской армии находится в Украине. Все, что могло летать, стрелять, воевать, бегать, плавать, прыгать, оно все находится уже в Украине или непосредственно вокруг Украины. На дальних поступах Владивосток, север России, граница из Казахстана, там остались номинальные части. По большей части это пограничная служба, которая является составной частью Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Еще год назад Кремль планировал Блицкрик, создав эффект неожиданности наступлением со всех возможных сторон. Все настолько пошло не по плану, что за год войны вторая армия мира потеряла уже больше 140 тысяч солдат. Тысячи техники и захватить Украину им так и не удалось. Россия за 12 месяцев ничего не получила, что даже 97% армии не могут переломать ход событий. Как отмечают эксперты, вариант с повторным большим наступлением со всех сторон откидывать не стоит, ведь что еще в рукаве Кремля неизвестно. Министр обороны Британии также отметил тот факт, что попытки наступления по всем фронтам не увенчиваются победами. На самом деле мы никогда не видели такого сосредоточения единых сил, чтобы прорваться в большом наступлении. Мы видели попытку продвинуться вперед. Это дорого обошлось российской армии. Решится ли Кремль на повтор? Остается только гадать. На сегодняшний день пиковая активность наблюдается на Донецком направлении. Пока они движутся только в одном направлении. Угледар и Бахмутское направление. На остальных направлениях, где есть российские войска, также идут бои. Весомых побед российская армия не имеет, ведь линия фронта меняется каждый день. Многие населенные пункты часто переходят из рук в руки. Например, какие-то дома вокруг Бахмута. Вроде россияне захватили, потом их выдавили, потом опять россияне зашли. То есть ситуация постоянно качается. И трудно говорить, где россияне сильно продвинулись, что там железобетонно они зашли. То есть все очень нестабильно пока. Западные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Британия, США и Украина мало верят в удачное новое наступление. Официальные лица рассчитывают на контрнаступление вооруженных сил Украины весной 2023 года. Украина продолжает наращивать собственные силы. Уже сейчас видно, как дорого обходится эта война для России. Огромные потери на фронте, санкции и закрытие границ. Люди все больше становятся изгоем в цивилизованном мире. А развитие страны откатилось на десятки лет назад. Насколько еще хватит российской армии, неизвестно. Но факт остается фактом. 97% второй армии мира не могут сломать желание украинцев жить под сине-желтым флагом.